Привет, ребят, с вами Мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен, конечно же, обновлениям, сегодня у нас четверг, 4 часа, и это самое время рассмотреть те обновления, которые у нас наконец-таки появляются, я могу вам сказать сразу, наконец-таки Теслочка появляется за кристаллы, и в этот раз я уже точно на 100% попал, если уж прошлую неделю я сказал, что она должна выходить из-за того, что у нас анонсировали устройство в видеоблоге, да, и полноценно уже должна была Теслочка появиться, но разработчики решили все это дело отсрочить, то сейчас у нас уже наконец-таки все сошлось, выходит Тесла за кристаллы, и вместе с ней выходят новые устройства, но не все, об этом мы сегодня поговорим, ну и конечно же поговорим о ультравикенде, возможно, по ходу этого видеоролика, я очень быстро врываюсь, только-только, грубо говоря, появилась эта запись пару минут назад, возможно, пока будем записывать, еще и список обновлений здесь появится, я так понимаю, что он тоже должен быть, все же у нас появляется Тесла за кристаллы, выходят новые устройства, и список какой-то должен появиться, надеемся, что он будет. За оперативность и скорость, поддерживайте видос лайком, буду безумно благодарен. Начинаем с ультравикенда, здесь все как всегда, то есть никаких супер-мега-крутейших новостей из разряда вау я не вижу, специальный режимчик, с 6 по 9, демочка, каждый сам за себя, полигон и ран мосты, шикарнейшие три карты, просто шикарнейшие, написано о том, что отключены дроны и переодевания, повышенного шанса выпадений золотых счетчиков нету, ну и про овердрайвы тоже ничего не написано, но я помню, что был уже у нас один ивент, ну подобный, да, то есть специальный режим, в котором также было написано, что отключены дроны, но при этом вместе с дронами были также отключены овердрайвы. Возможно, они просто этого не пишут, но там они тоже полноценно отключены. Ультра-контейнеры дефолтные, то есть как бы, ну здесь, наверное, особо ничего говорить не стоит, появляется новое устройство для Теслы, которое называется электропушка, сегодня об этом мы вместе с вами, конечно же, тоже поговорим, ну и все эти красочки, эффекты, все по дефолту. Коинбоксы, специальные миссии, в очередной раз у нас дают только 7 ультра-контейнеров, связаны это с тем, что супермиссии только у нас полноценно на 3 дня работают. Вот 125 танков на средних пушках, 100 танков, используя легкие корпуса, еще 100 танков на средних корпусах и 100 танков на тяжелых корпусах, то есть по сути эти все заданки можно очень быстро выполнить. Ну и 5000 очков я пропустил, да, в праздничном режиме ДМК тоже, ну как бы в сумме мы в очередной раз можем получить 5 обычных, 7 ультра и в сумме здесь еще 250-400 звезд, да, я так понимаю, да, если я все правильно посчитал, 400 звезд. Неплохо, да, но уже как-то особо акцентировать внимание вот на этих вещах я, ну не стану, да, то есть как бы для меня это уже дефолтная тема и что-то тут говорить по этому поводу как бы не имеет особо никакого смысла. Понятное дело, что появляются специальные предложения, к слову о специальных предложениях вы помните о том, что у нас 2 недели назад был спецпак на 300 ультраконтейнеров, после чего на предыдущих выходных был спецпак всего лишь на 200 ультраконтейнеров, хотя по цене, что те за 300 кантов, что те за 200 кантов были одинаковы. И у меня вопрос, почему такая разница, да, почему дают сначала там 300, потом 200 за одну цену, кто-то мне сказал, это из-за того, что там дается скин дополнительный на пушку, да, то есть или там, там было только на корпус на один, здесь и на пушку и на корпус. И типа поэтому вместо 100 целых ультраконтейнеров у нас добавляется скин и этот как бы окупается. Но я вообще полностью с этим не согласен и, ну, я не понимаю, да, то есть почему сначала дается, например, 300 ультраконтов, потом через неделю дается 200 и сейчас опять 200, да. С точки зрения того, как, ну, если бы я бы, например, это все дело покупал бы, да, то есть я бы сначала бы видел, что так, ага, за 20 тысяч у нас продается 300 ультраконтов. И я такой приобретаю, мне все нравится, все четко, я там какие-то ништячки выбиваю и на следующей неделе я такой смотрю, хоп, и за ту же самую цену 200 ультраконтов. Я такой думаю, а зачем мне покупать 200 ультраконтов, если я на прошлой неделе 300 купил, то есть, ну, вопросы какие-то появляются, да, то есть, ну, сомнительная ситуация, я, честно говоря, не понял этого мула. Понятное дело, что двойные фонды и опыт, пятница, суббота, воскресенье, все как всегда по дефолту, ну и здесь написано, что также новое оформление. Многие ждали то, что появится у нас не ультра уикенд, а летняя распродажа, все-таки у нас уже август начался и шанс того, что это был бы не обычный дефолтный ультра уикенд. А именно летняя распродажа, которая бы длилась не одни выходные, а какой-то более длительный период времени, была. Но, к сожалению, у нас пока что ультра уикенд, возможно, возможно, через недельку тогда уже будет у нас полноценная летняя распродажа. Ну и еще одна новость, самая интересная, из-за которой я вообще, в принципе, запустил данный видеоролик, если бы ее не было, если бы был вот этот вот дефолтный ультра уикенд, о котором я, ну, уже периодически даже устаю говорить, то я бы, наверное, даже бы и не включал бы видос. А вот что касаемо Теслочки, наконец-таки, как я уже сказал в начале видоса, я попал в точку, вчера вечером на стриме сказал, что завтра появляется Тесла за кристаллы. Вот, Тесла за кристаллы, я, получается, не балабол. То, что неделю назад, ну, ошибся, но это просто помарочка, возможно, минимальная. А, возможно, я был прав, просто разработчики решили сами перенести все это дело на неделю, да. То есть, по идее, и на прошлых выходных уже Теслочка должна была быть. Тесла за кристаллы появляется, можно будет ее купить завтра с рестарта, 6 августа, в 5 часов. Друзья мои хорошие, сразу в комментарии спустились, кто желает, напишите. Покупаем Теслочку завтра? Сразу, по-быстрому, по-быстрому Теслочку, тестик и плюс покупочка всех устройств. Да, я так понимаю, что мы добавляем в игру новое устройство для Теслы. Три из них можно будет купить в гараже за кристаллы. То есть, мы вместе с вами полноценно три устройства можем приобрести. Минус поле, рикошет для шаровой молнии. То есть, это, я так понимаю, для этого шарика. Он будет рикошетить от стен. И, по сути, наверное, это, ну, неплохая тема. Там, единственное, надо будет посмотреть, каким образом это все дело будет работать. Возможно, сейчас даже ближе к концу этому видосу зайдем. Если там уже на Танкевике выложили ускоряющий протокол ускорения шаровой молнии, замедляющий протокол замедления. То есть, вот эти замедления и ускорения тоже там надо будет посмотреть по балансу, как они будут работать. Если вам это интересно делать, то я думаю, что мы завтра можем даже все это при покупочке Теслы затестировать, если это будет быстро. Да, если это будет не так быстро, то, возможно, мы просто сначала достанем саму пушечку, покатаем на ней в матчмейкинге. Первые эмоции, первый полноценный обзор на основном аккаунте. Ну, а там уже потом и устройства пойдут в бой. Ну, и четвертое устройство написано «Электропушка». Это устройство, которое можно будет получить только из ультраконтейнеров. И написано о том, что оно дает Тесле великолепную универсальность и, короче, возможность очень быстрого выстрела шаровой молнии. То есть, этот шарик будет лететь очень жестко. И, если я не ошибаюсь, то около 2000 урона он наносит. То есть, 2000 хп он может снять. И если он будет лететь примерно со скоростью, как, например, ну, например, Крусейдера или Дышка, то это будет жестко. Если будет лететь как Ореса шарик, ну, это будет медленно. Да, то есть, это чуть быстрее, чем обычная шаровая молния у Теслы. Но, в общем и целом, все равно это явно не та суперскорость, которая нужна устройству на Тесле. Да, то есть, надо будет тоже это все дело посмотреть, потестить. Там уже будет видно. Список обновлений не появился у нас? Нет. Нет. Возможно, он появится чуть попозже. Возможно, его вообще в принципе не будет. Из новостей дополнительных больше никто никаких не выложил на английском форуме. Посмотрим, что у нас на английском. Может, на английском что-то отличается. На английском... На английском я вообще, если честно, не вижу здесь ничего. Тесла. Здесь вообще, походу, еще не проснулись ребята, еще не выложили свою работу. Ну и быстро посмотрим сразу на Вики, раз у нас уже быстро пролетели по всем новостям. На Вики, если есть ли устройство. Устройство выбираем и устройство на Теслу. Есть ли тут Тесла? А Теслы у нас тут, я так понимаю, нету, да? Да, Тесла у нас здесь еще до сих пор не добавили. Здесь есть только последние изменения Тесла. Это прокачки устройства, только адреналин. Пора в Википедии тоже поработать. То есть, как бы у нас завтра вводится новое устройство, а в Википедии еще до сих пор нету той информации, как они будут работать. Плохая работа, ребяточки, если смотрите видос. Пора делать уже вот здесь вот хотя бы представление для меня лично о том, как это все дело будет работать. Поэтому как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу обновления. Пишите, что вы думаете по поводу Теслочки. Ну, наконец-таки, я-то попал. Я угадал все четко. Завтра за кристалл уже вылетает. Большое количество Тесл будет. Сразу говорю, и говорил уже как ранее. Покупайте, ребят, и прокачивайте только те, у кого большое количество кристаллов. Нету большого количества кристаллов, не делайте этого. Потом будете говорить, зачем я покупал ее, ее занерфили. Ее точно занерфят. Вопрос лишь времени, но ее занерфят. Поэтому нету возможности, нету большого количества кристаллов. Лучше не берите. Копите, зарабатывайте, смотрите со стороны. И все будет у вас четко. Можно там резист только приобрести. Резист, да. Неплохая тема. Пишите. Тестируем, не тестируем. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.